Добрый вечер! Россия в прямом эфире. Униженные и обнаженные. Новый способ проверки на верность. Проверяющие уверены, у каждой женщины есть своя цена. И любую можно вывести на чистую или на грязную воду. Надо всего лишь уговорить анонимную незнакомку на откровенные фото. Чаще кому-то пообещав большие деньги, а кому-то всего-то новый мобильный. А потом эти фото доступны всем на доске позора. Ломаем жизни и рушим судьбы. Это девиз интернет-проекта CheckU. Дальше описание услуги. Закажи проверку любого человека всего за 800 рублей. Конфиденциальность гарантируем. И реклама. Ты уверен, что твоя девушка порядочна? Что она не изменяет тебе и не присылает нам свои голые фото? Мы готовы переубедить тебя и выложить в соцсети доказательства ее измен. Общение с жертвой начинается с банального. Привет, как дела? Давай знакомиться. Давай, ответила 19-летняя официантка из Минска Кристина Барташевич. С той поры ее жизнь превратилась в кошмар. Жертва проверки на нравственность. Кристина Барташевич в нашей студии. Добрый вечер, Кристина. Кристина, спасибо, что согласились прийти. Расскажите, как все началось? Как на вас вышли эти люди? Вы на них? Как все это было? Я была на работе. Рядом с мной сидела моя коллега. У нас не было людей. Я официант-бармен. Я сидела, как обычно, переписывалась со своими друзьями. И мне написал молодой человек, кстати, довольно очень симпатичный. И он написал такую вещь, что, во-первых, давайте познакомимся. Я говорю, давайте, вот, написано ветер. Меня он заинтересовал. Он сказал то, что хочет со мной встретиться. И чтобы я была его спутницей, то есть сопровождала его навстречу деловую. Ну, это называется эскорт. Эскорт, да. Сопровождение. А есть еще эскорт-услуги? Ну, они тоже разные. Сегодня это слово, да, очень много значений уже имеет. Да, Кристина. Он сказал, что он бизнесмен, инвестор, по-моему. Ну, и он начал рассказывать то, что мы пойдем сначала по магазинам, если встретимся в кафе. Пойдем по магазинам, он купит мне наряд, так как я должна выглядеть хорошо, рядом с таким красивым бизнесменом, элитным, хорошим. Он мне даст аванс тысячу долларов. То есть всего мы договаривались на две тысячи долларов. То есть никакого подбуха вы не почувствуете? Сначала никакого, до того, как он не написал сумму. Потому что, ну, сумма большая, на самом деле, для просто сопровождения. Давайте немножко посмотрим вот фрагменты вашей переписки. Да, я все сделаю и оплачу. Но хочу интимные фотки. Груди в том альбоме не видно. Может, прямо сейчас прислать? Слушай, интим это всегда неопознанное. То, что у меня грудь небольшая, но красивая, плоский животик и фигура модельная. Так что ты будешь приятно доволен, я уверена. И я хочу, чтобы интим состоялся не так, как ты говоришь, а будто бы непреднамеренно, по страсти, понимаешь? Чтоб ты шел со мной не как с сексуальным объектом, а как будто бы со своей девушкой, с уважением. Как-то так. Ты записывал мой номер? Нет, я не собираюсь никуда звонить. Лучше отправлю все на сайт и твоим друзьям. Мне очень понятно, чему аплодируют. А что вас, Кристин, ну вот заставило быть так откровенным с вашим анонимным адресатом? Я ему долго не прислала свою фотографию. Он мне очень этими деньгами, можно сказать, искусил. Потому что, знаете, мне кажется, любой человек, любой мужчина или женщина в этом зале прислала бы свою грудь. А какая девушка, вам всего 19 лет, и вы работаете, вы находитесь в затруднительном финансовом положении. Что, мама не воспитывала, что ли? А вас не воспитывала мама, что перебивать некрасиво. Первый день знакомства, такие фотки мальчику отправляют. А это не было видно. Я так понимаю, это был не первый день, да, Кристина? То есть там была целая технология, с вами так довольно долго работали, да? Во-первых, перебивать некрасиво, во-вторых, это было уже несколько дней переписки. В-третьих, никакого знакомства личного не было. А интернет-переписка ничего абсолютно не значит в жизни. Это интернет-переписка и вообще... Ну как же она ничего не значит, если такие последствия были? Все-таки, наверное, значит что-то. Но вот давайте вот до последствий сейчас дойдем. Давайте дойдем до вот этого момента. В какой момент вы решились вот на это? Что произошло? Он говорил про аванс тысячу долларов. На самом деле, если честно, я честно говорю, про разу задмила голову эта сумма, потому что тысяча долларов, на самом деле, тоже нормальные, хорошие деньги. И просто я вот по глупости скину эти фотографии. Я их сначала скинула, а потом подумала, что может быть это какой-то, ну, подвох. Кристина, а вы понимали, что вот если он вас просит о таких вот фотках, то дело, даже если это просто действительно сопровождение, ну, уже очень маловероятно, что не закончится близостью. По крайней мере, он об этом писал ведь, да? Ну, первая встреча была аванс, получается, просто аванс. И как он там обещал, магазины. Вторая встреча уже предоставлялась собой сопровождение и последующий интим. Кристина, скажите, а у вас были до этого отношения с молодым человеком? Опыт у вас есть взаимоотношения с противоположным? Да, я хотела забрать, на самом деле, аванс и уйти, потому что после этого, ну, как бы, я пойду, а вдруг, на самом деле, он мне его даст, и я просто уйду. Я никогда ни с кем не спала за деньги, не справлюсь. Что произошло дальше, когда вы узнали о том, что... Вот это действительно заслуживает аплодисментов. Что произошло дальше, когда вы узнали о том, что все эти фотографии, которые вы, думая вот так поводить его за нос, ему выставили, он вывесит на сайт на всеобщее обозрение? Ну, если честно, я была просто в огромнейшем шоке. Просто переписка, никто ни с кем не спал, и, ну, кто его знает, собирался, никто не знает, собирался спать или нет. У меня была, честно, очень большая истерика, я проревела всю ночь. Извините, а вот эта ваша переписка, она вообще в открытом доступе? Вот кто к вам на страницу заходит, выведет вот это все, да? Ну, нет, как, это переписка личная, это личное сообщение, то есть их вижу только я и мой собеседник. А они не выкладывали скриншоты какие-то? А потом они выкладывали... А на вас это он козел, вот и все, о чем мы говорим. Что произошло дальше? Вы пытались с ним снова связаться. Сказать ему о том, что убери фотографии. Что происходило дальше? Да, именно так. Я просила его, ну, он после чего говорил, выйди в скайп. Я сказала, что никуда не собираюсь выходить. Мне потом рассказали, что он хотел просто, извините, чтобы я там голая походила перед скайпом, перед ним. И потом он тоже, он просил денег. Сколько? А это уже шантаж, это еще одна статья. Да, согласна. Он просил, ну, не помню, какую-то сумму небольшую, 200, может быть, российских рублей, может, чуть больше, 500. То есть целью его, вот всей вашей переписки, я так понял, в конечном счете являлось вымогательство? Или же он преследовал какую-то другую альтернативную цель? Да, это так, потому что я потом узнала, что те, кто заказывают эти разводы, они платят деньги. А кто вас заказал, вы знаете? Нет, не знаю, вообще хотелось бы узнать. Как люди близкие к вам, вот разделили ли они с вами вашу беду, ваши родители, что происходило дальше? У меня с родителями очень такая ситуация плачевная, проблема с матерью, то есть она меня не воспитывала с детства, была бабушка, которая умерла, и остался только дедушка и папа. На этот момент я жила у папы, на которой просто, ну, последняя была моя надежда, опора, тоже какая-то помощь. Он просто не понял, не захотел понять, мой двородный брат с его женой, они его не подержали. А откуда он узнал? Он тоже стал посетить? Ему просто скинули в первую очередь, в первую очередь. Добрый дядя. Вот. Но он ничего не предпринял для того, чтобы вас защитить, может быть, найти этих людей? Он вас выгнал из дома. Знаете, он очень интересно поступил, он защищал меня на самом сайте, там вот он писал этот разводчик, ему что-то на странице я видела, он меня защищал, но мне сказал, я ничего не хочу слышать абсолютно, мне неинтересны никакие оправдания, просто все, как бы, собирай свои вещи. Ваш родной отец выгнал вас из дома, давайте услышим от него, почему Алексей Владимирович Барташевич в нашей студии. Алексей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Привет. Привет. Ну сейчас, судя по всему, ваши отношения наладились, тогда это было для вас ударом? У нас отношения не портились, на самом деле это так. Сама ситуация до безобразия, неприятная. Я не воспитывал свою дочь, вообще воспитываю детей до 12 лет. То, что мы заложили в первые 12 лет, оно в дальнейшем только развивается. К сожалению, свою дочь первые 12 лет я не воспитывал. Сейчас она совершеннолетний, сформировавшийся человек. И воспитывать... Слушайте, какой кошмар, я сейчас слышу, мужик взрослый снимает себя отлично, перекладывает на эту бедную девочку. Проблема Кристины, у нее психология жертвы, ну типичная жертва. А вы чего аплодируете? Мне предложили деньги, там что-то ее развели просто... Мы аплодируем вот этой глупости, которая говорит вот этот молодой человек. Послушайте, вы умный мужчина в белоснежном костюме. Объясните мне, идиоту, одну вещь. Пожалуйста, объясните мне. Не осознаете ли вы свою вину, что ваша 19-летняя дочь, что она за 1000 долларов готова пойти куда угодно, с кем угодно? Вы как отец, для того, чтобы обеспечить своей дочери первое, нормальную жизнь, для того, чтобы она в 19 лет не уходила из дома, потому что она ошиблась и оступилась, да? И вы выясняли это не здесь, в студии, а сев хотя бы в комнате, обняв ее, поговорив и вместе решить, как выйти из этой ситуации. Вы как можете себя именовать отцом в ситуации, если вы девочку выгоняете на улицу после такого случая? Что бы она ни сделала, и какой бы ужасный поступок ни совершил, это ваша кровь. Я сюда пришел, чтобы помочь уберечь других девочек от необдоманного поступка. Давайте дадим возможность сделать это человеку. Это моя беда, что я не смог ее уберечь, но я сюда приехал только для того, чтобы другие девочки, услышав это в передаче, смогли себя удержать. И такие родители, как я, которые не смогли ее воспитать, смогли сделать поправку и воспитать. И чтобы другие родители пересмотрели подход, что не до 12 воспитывать надо, а всю жизнь. А вы в полицию-то почему не обратились? Вы там что-то на сайте пописали в защиту, сидя дома где-нибудь перед компьютером? Вы так защитили свою дочь? Вы читали. Вы в полицию обращались? Наша полиция к отношению российских сайтов отношения не имеет. Вы писали заявление? Нет, я не писал заявление. Ну и все. Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, вам стыдно было за Кристину, за свою дочь, когда вы это увидели? Да, мне было стыдно. Мне было очень стыдно. Нет, я в ней не разочаровался. Я понимал, что она оступилась, она сделала глупый поступок. Да вы оступились. За вас стыдно ей должно быть. Я хочу сказать, что, безусловно, они мерзавцы и подонки. Это даже не обсуждается. Но, но, процентов 80 вины, случившимся в этой семье, на вас. В этот момент самое главное, что нужно сделать, когда есть внешняя угроза, а это внешняя угроза. Угроза сплотиться с семьей и бороться с внешней угрозой. Воспитывать и ремня давать. Потом. Поветливо. Потом. Действительно, здесь этого не произошло. Но есть человек, который помогает сплотиться таким. Девушкам уже образовался что-то вроде профсоюза вот таких вот униженных девушек, профсоюза опозоренных. Это Татьяна Зырянова. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Татьяна, вы оказываете юридическую помощь. Вот здесь задавали вопрос об обращении в полицию, потому что когда мы имеем дело с сетью, с анонимами, но непонятно кому жаловаться, на что, собственно, жаловаться. В чем заключается ваша юридическая помощь здесь этим девушкам? Я оказываю юридическую помощь тем, кто оказывается на сайте. И некоторые девушки обращаются сами, то есть до того, как их разводы выложили. Но, в принципе, количество девушек довольно невелико, потому что большую часть девушек мы просто не можем найти. То есть мы знаем, что... Мы знаем, что их унижают, их оскорбляют, с них вымогают деньги и порно-видео, но мы не всех можем найти девушек. Давайте поймем, так ли безобидны все жертвы анонимных проверок. Познакомимся с теми из них, кто уверяет, что их заказали. Сегодня впервые жертвы проверки встретятся со своими мучителями-проверяющими. И посмотрим в глаза друг друга после рекламы. Россия в прямом эфире. Униженные и обнаженные. Они оказались на доске позора. Так женщин проверяли на верность. А как смыть позор? Рекламный анонс сайта. Закажи проверку любого человека всего за 800 рублей. Конфиденциальность гарантируем. И бизнес идет. Новое ремесло интернет-разводилы. Чаще они покупают девушек. Обещают деньги, новый мобильный ноутбук. Находят способ заставить жертву прислать свои обнаженные фото. А после попалась. Заканчивается часто неэфирным матом и словами «Позор, ты не прошла проверку». Наша переписка теперь доступна всем в интернете. Удачи! После жертвы развода, так сами они себя называют, становятся жертвами вымогательства. За просьбу удалить переписку анонимные провокаторы просят денег от 400 до 20 тысяч рублей. Часто просят еще дослать видео с покаянием, чтобы жертва изменяла в своем же поведении и снова непременно в обнаженном виде. Создатели сайта уверяют, что так воюют за нравственность. Максим Марцинкевич, один из вдохновителей сайта «Чекю». В числе первых он вышел на тропу войны. Максим, добрый вечер. Максим, действительно, это такая борьба за что? Ну, вы не совсем поняли. Я не вдохновитель создания сайта «Чекю». Я с ними общаюсь. Ну и занимаюсь тоже разводами периодически. Но развожу для себя и ничего не выкладываю. А в чем интерес? Интерес в том, что если общество прогнило, то надо с этим что-то делать. Только что ты сказал, что для себя. Ну, для себя. А при чем общество прогнило? Может, ты там и анонизмом занимаешься на этих фотографиях? У меня был аналогичный проект, но он пока еще не стартанул. Ага. У нас прогнившее общество, но я этим попользуюсь. Это из этой сети. Это же большая разница. Для себя или там... Потому что для себя это ничего делать. В общем, суть такая. Я замаскировался в азербайджанца. Там борода у меня парит, челочка, спортивные штаны. Отфоткался. И от имени азербайджанца Назима разводил девушек навстречу. Но я прочитался, и азербайджанец был крайне бедный. Ну, то есть такой треники, джинсо, кожаная куртка. В общем, никто не повелся. Надо переснять фотосет, сделать его в дорогой машине. А что, это такой личный эксперимент? Просто понять какие-то... Да, это личный эксперимент. Вот нравственные болевые точки общества. А к повышению нравственности общества, это каким образом имеет отношение? Очень просто. Если девушка является шлюхой, то есть, ну, все, она шлюха. Она готова за тысячу долларов кому-то дать. За две, за пять, неважно. При этом у нее есть какой-нибудь молодой человек, у нее есть там папа-мама, которые думают, что дочка хорошая. Ну, ты скажешь, да, я шлюха. И вот эти вот выкладывания переписок, они, наоборот, девушке помогают, во-первых, раскрыться, снять себя маски. Вы сказали, что вы не выкладываете. Я просто из вашей логики исхожу. Во-вторых, что самое главное, заказы пойдут. Вот в чем дело. А как вы пришли к осознанию того, что ваши моральные ценности настолько высоки, что вы можете проверять других? Как вы относитесь к тому, что вот этот сайт предлагает не выкладывать полученный результат за определенное вознаграждение? По поводу вымогательства я совершенно против. И если бы я это делал, я бы выкладывал без разговоров. Максим, вот Дима, справедливо, вы действительно понимаете, что люди поменяются в результате того, что увидят себя на этой доске позору? Они не поменяются никоим образом. Но я еще раз повторю, что поступит очень много заказов. То есть она заработает не тысячу долларов, а 20-30. Прозвучало неоднократно слово «шлюха», да? Вот я к чему просто хочу сказать. Вы поймите, что мы живем в стране, в которой живет 140 миллионов человек. И если мы возьмем просто потенциально людей, которые занимают определенную социальную нишу и которые хотят из нее подняться. Девушка молодая, которая верит просто, что это действительно бизнесмен и идет на определенный шаг. Меня тоже пытались разводить, но после двух-трех предложений я поняла, что это развод. Что не видно, что ли, что он пишет? Опа! Нас, порядочных девушек, не так рот, дорогие. То есть на самом-то деле, видимо, не все попадаются. Из серии нас мало, но мы в тельняшках. Мы просто не знали девушке, поэтому и не развели. Мы видим и папу, и дочку, и видим общую тенденцию отношения вот к этому поступку. Девочки, которые сейчас все оправдывают, я просто в шоке. Что вы здесь оправдываете? Да не оправдывают, жалею. Отсутствие воспитания и полное рассрение. Мне кажется, самое важное здесь, что... Кристин, вы сами-то себя оправдываете или нет? Я себя не оправдываю, я совершила глупость и как бы... Но я далеко не оправдываю тех людей, которые это делают. Потому что они просто обиженные на женщин, обиженные на женщин анонисты. Вот. Вы знаете, на самом деле, мне все так безобидно. Ладно бы полбери, если бы дело ограничилось только выкладыванием на сайт. Но дальше начинаются издевательства, которые смущают даже вот Максима Марцинкевича. Давайте позовем Анну Петрову, которая стала тоже жертвой этого сайта. Добрый вечер, Анна. Итак. Вы назвали это, Анна, таким жестким словом издевательством. А в чем это заключалось? Многих пострадавших они унижают не только таким образом, то, что они выкладывают личную переписку и фотографии, а все пользователи этого сайта, они обсуждают внешность девушек, они говорят про них всякие гадости. У них просто комплекс неполноценности, они пытаются самоутвердиться просто. Нет. Чем тогда отличаются авторы этого сайта? Девчонки, ну вы же сейчас сами оправдываете свою слабость тем, что они плохие. Понятно, что они подонки. Они, там наверняка, если юристы поработают, можно и несколько составов найти, ребят этих найти и наказать. Вы знаете, это из серии, что есть спрос, есть предложение. Если вы готовы раздеваться, всегда найдется человек, который этим воспользуется. В том или ином направлении. Это одна из пор. Достаточно извращенная, но форма. Ребята, а можно задать вопрос у девушки-правозащитницы, которые? Скажите, само существование этого сайта, вас как человека юридически подковано, может не уже попавшим в беду людям помочь, а обратиться куда надо, чтобы этот сайт перестал существовать? Да, в настоящее время подготовлена и направлена жалоба в прокуратуру. Более того, нами подана жалоба в Санкт-Петербург, чтобы прокуратура Санкт-Петербурга инициировала судебное разбирательство, дабы закрыть все эти мерзкие группы ВКонтакте. Вот это правильно. Ваша история в чем заключалась? Как над вами издевались? Итак, началось с того, что мне написал молодой человек. Сначала он мне предложил экскорт, я начала с ним переписку. Схема одна и та же. Естественно, схема абсолютно одна и та же, фразы точь-в-точь, одни и те же, то есть ничего нового толком новый разводчик не может приемать. В какой вы момент решились отправить свои фотографии? Ну, он мне предложил экскорт, я выразила относительное согласие, а потом он предложил секс за деньги, и я его отшила. Но в каком момент вы фотографии отправили? Потом он мне написал через неделю. Это было все довольно-таки навязчиво. И первая мысль была в том, что это просто некий молодой человек, который скрывается под фейковым аккаунтом. И я считала, что молодому человеку, так сказать, не хватает женского внимания. Вы выполнили функцию материи террории. Ну, это развод, и в том, и состоит развод, что он грамотный ученик. Но я не ожидала, что это обернется такими последствиями, если это будет выставлено как... А как это все обернулось для вас, Анна? Какие последствия у вас были? Я поругалась со своей лучшей подругой. Ей не понравилось то, что произошло. И в конечном счете об этом узнала моя мама. Она не могла поверить в то, что произошло, но я ей объяснила всю суть ситуации. Она меня поняла, и она меня простила. Ну, мне нравится. Ежики ели, плакали, но продолжали есть как-то. Послушайте, а больше не продолжали. Вы попросили убрать ваши фотографии. Что вы услышали в ответ? Он мне сказал, чтобы я сделала порно-видео взамен согласия администратора сайта на удаление развода. Я отказалась. Вы не послали это видео? Конечно, нет. Давайте посмотрим, как такая же схема была провернута с другими девушками, как их унижали на просьбу убрать свои фотографии. Пожалуйста, зачем? Тебя кто-то подослал, я уверена. Какой-то подослал, что не орать? Как мне не орать? Я не хочу, чтобы мне какой-то человек шантажировал. Ты издеваешься надо мной, ты не имеешь права это делать. Ты мне скажи, зачем тебе меня шантажировать? Ну, просто напиши, ну, для чего? Жизни меня научить? Какой жизни? Ты хочешь, чтобы на твоей совести сдох человек? Так ты этого добьешься. Зачем ты меня шантажироваешь? Это шантаж, это жестокий шантаж. Ты хочешь лишить меня без друзей? Ты хочешь лишить меня без здоровья, да? Условия твои показать сиськи? На, смотри. Все? Увидел? Максим, но эти методы работы, что они, какой смысл в них? Вот это уже стопроцентное издевательство, оно ни к чему не ведет хорошему. Я бы, если что, и выкладывал, то попытку... Но у вас нет ощущения, извините, что перебью, что это на самом деле и обнажает истинную цель создателей этого сайта? И борьба за нравственность так называемая? Издеваться, да, троллиц. Это уже, ну, конкретное издевательство над девушками. Я причем не вижу, в чем они так особо провинились. Вот реально не вижу. Они отправили фотки в лифчиках мужчине, русскому. Какие вопросы могут быть? Ну да, заработало. Тут половина зала, кто помоложе, заработали бы таким образом. А можно вопрос? Вот и все, можете подудеть. Давайте бороться на... В зале, кстати, очень много мужчин тоже есть. Не, я про мужчин не говорю, но среди них тоже есть подозрительные парни. Потому что вот эти вот девушки, посмотрите даже, как она одета. Откровенно. Послушай, герой, а если она, вот эта девушка, покончит жизнь самоубийством? Я так скажу. Например. Даже, а если... Ты жить-то сможешь с этим, герой? Бьешь, что она его любит, да? Ты жить с этим сможешь потом? И парень потом вешается от этого. А другой говорит, за под теми денег я с тобой перепихну. Что с этого дальше? Полнейшая чушь. Знаешь? Потому что абсолютная большинство девушек... Девушка, у меня есть девушка, да. Я бы ее сам бы проверил. Абсолютная большинство девушек на сайте не имели парней. И я в том числе. А по какому принципу? По принципу травм. Большинство разводов их заказывают за деньги. Развод стоит 800 рублей. Кто заказал вас, Анна? Я не имею ни большого понятия, но... Догадки были, но я не готова их... Вы знаете, я с вами не соглашусь. Сидят два человека, которые говорят, что нас заказали, но представления не имеем кто. По логике, если заказывает, ну, может заказать, там, вот, такой молодой человек, как только что говорил. Ну, по логике, либо молодой человек, который действительно хочет проверить, хотя тут много вопросов к молодому человеку. Ну, что тогда встречаешься, если хочешь сказать, либо кто-то, кто хочет поглядеть на эту девушку обнаженной. Либо кто-то, кто хочет отомстить. Дело в том, что в группе Чек Ю имеется, скажем так, такая страница, куда желающие публикуют ссылки на разводы. Но мы, соответственно, пишем этим жертвам и предупреждаем. Попутно пишем, кто их заказал. Так вот, в большинстве случаев это либо общие друзья, либо, ну, какие-то коллеги, которые таким образом хотят отомстить. Ну, допустим, девушка успешная, да? Иногда даже подруги, друзья. Как-то надо ее подставить. Давайте пригласим еще двух жертв сайта Екатерина Евгеньева и Марина Юркова. Добрый вечер. А ты казнина. Из-за тебя нормальные бабы страдают. Мразь. А что, гудите, завидуете красоте, что ли? Вы как будто прямо только что с фотографией сайта. Как с вами это произошло? Я просто модель топлис и ню. Ну, тогда я не вижу вообще проблемы. Каким боком вы имеете отношение к сегодняшней обсуждаемой семье? То они вымогают деньги. Мне пишут 50 тысяч за то, что удалить сайта. И переписка эта, это не моя переписка. Вот вы модель топлис. Какая разница, на каком сайте вы будете висеть? Нет, а у меня большая разница. Почему у меня вымогают деньги? Почему страдают? А что значит вымогают деньги? Они говорят, мы оттуда уберем, если вы дадите деньги? Да, мне... Так не давайте деньги, они не уберут. Я тебе сказал, какая разница? А я не знаю, деньги давать. На экране это вы? На экране это вы? Это тоже взломанная ваша одежда? Нет. Или страничка? Или что? Так они украли, они... Это другой человек. Снимали страничку и в фотошопе рисовали. Это моя фото по полю. Я еще раз говорю. Девушка, вас обижает то, что вас где-то могут показать бесплатно, а вы хотите за деньги? Нет, меня обижает то, что... Мужчины, давайте дать им сказать, девушка. Понимаете? Ты настоящая проститутка. А ты жирная семья. У тебя красная копточка не идет. Здорово, бухей. Там на сайте нет этих фоток. То есть они в скрытом доступе были. Ну ладно, хорошо, попиарили, схватит. Я хочу вашу подругу услышать. А у нее что за проблема? Все началось с банальной переписки. То, что ко мне написал парень, якобы бизнесмен из Питера. И он предложил мне... Эскорт услуги? Нет. Нет? Все так не начиналось. Он предложил мне то, что вот, вы типа красивая молодая девушка, а я бизнесмен из Питера, и мне нужна девушка на вечер. Потому что все будут женами, а я буду один. Ну понятно. Да, все начиналось просто вот так. Понятно, близости не предполагалось. Нет, я бы не ответила бы сразу. Давайте посмотрим, как с вами это происходило. Кать, вот у нас есть ваша переписка. Как вот в вашем случае эта схема сработала? Мы не договаривались. Разве? Конкретно я тебе ничего не сказала. Так ты скажи, весь день тянешь с ответом. Да, тяну. Сонно я весь день хожу. Я же сказала тебе «да». Сколько ты хочешь за ночь секса в долларах? Ты озвучишь, я скажу тебе «да» или «нет». Тысяча. Хорошо. В общем, тебя проверяли. Твой развод заказали твою... Ай-яй-яй, да. У каждого своя цена. У каждого своя цена. Это вы сейчас... Нет, вы сейчас так неодобрительно, я так... О! Нет, а вы что от нас ожидали? Услышав о вас... А вы чего, ура! Что мы всего лишь передвижили? Себя за тысячи долларов уже готовы продать. А почему вы оскорбились тогда, Катя? А вы себя за сколько продадите? У вас не хватит денег, можете успокоить. Катя, что вас оскорбило в этой ситуации? Что вам... Спасибо. Что вас оскорбило? Может быть, то, что вам не заплатили? Я сразу же пойду и закончу жизнь самоубийством. Не одобрение. После вас. У каждого есть поиски, есть шкафу. У каждого. Девушку оскорбило то, что она не получила свою тысячу долларов. Конечно, конечно. Катя, расскажите, что вас оскорбило? Почему для вас это стала история так болезненной, если мы видели по переписке, в общем-то, вас ничего не смущало? Мои фотографии выложили. В принципе, это личная переписка. Кто ее должен был видеть? Только вот, в принципе, тот, кто переписался и я. Правильно. Никто другой. Есть статья. О неразглашении переписки. И это закон. Вас оскорбило то, что ваша личная жизнь стала достоянием общественности? Я хотел, чтобы мою переписку выкладывали на всеобщее обозрение. Да, Дима. Можно вопрос? Здесь разные девушки. На всеобщее обозрение. Много разных историй. Я хотел бы спросить. Из той трагедии, возможно, для кого-то трагедия, которая произошла, готовы ли вы повторить подобную переписку? Вы впредь над подобное. Вот как вы думаете, согласитесь? Во-первых, интернет шлюха и шлюха это разные вещи. Не пойму него. Только после личной встречи. Второе, это что я хотела сказать. Как вы сказали, простите? Тут они называют интернет-переписку, девушку по интернет-переписке шлюхой. Но не пойму него, как я уже говорила. Я хотела сказать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И я хотела на самом деле забрать этот просто, прийти и забрать аванс. И бесплатных не бывает. Бесплатного сыра, бесплатных денег. Поэтому я знаю сама, что я не собралась ни с кем спать. А хотела забрать деньги бесплатные. Но проституция, слово многогранное, оно же не предполагает только секс. Поэтому в следующий раз не нужно просто вестись на таких людей. Не будем интеллигенцией. Проституция от проституции. Поэтому... Все правильно. Все правильно. Утром деньги, вечером стулья. Никогда не делай наоборот. Теперь деньги только вперед. Правильно? А вы так делаете, да? Совет даете. Итак, в студии прямого эфира девушки, которые стали жертвами переписки с незнакомыми людьми в интернете. Теперь их откровение на доске позора. Но кто скрывается за образами крутых обольстителей, уговаривающих девушек раздеться? И кто заказывает проверку для своих красавиц? Узнаем после рекламы. Россия в прямом эфире унизенные и обнаженные. Они оказались на доске позора. Как женщин проверяли на верность? А как смыть позор? Сайт Чек Ю это в переводе «Проверим тебя». Сотни даже не личных, а интимных дел девушек и юношей. Здесь выложена их переписка с интернет-анонимом, по которой можно проследить, как не спеша тот уговаривает своего адресата на откровенную фотосессию и получает ее. А адресат в итоге получает доску позора на сайте и шантаж. Фото снимается только в случае обильного пожертвования провокатором и покаянного видео. Но что двигало теми, кто отправлял свои фото? Справедливо ли их называть жертвами? В нашей студии Максим Марцинкевич, один из вдохновителей сайта, в нем многие видят воплощение такого интернет-зла. Но давайте поглядим на активистов сайта Чек Ю, на тех самых интернет-разводил. И вот тут придется всем удивиться. Две юные девушки, Анастасия Ильина и Елена Кондратьева. Добрый вечер. Как мы на вопрос ответим на заднем месте, вам тоже можно дать. Давайте поговорим с теми, кто является вот теми самыми интернет-обольстителями. Девушки, ну расскажите о том, как вы это делаете, как вы работаете и для чего вы это делаете. Чтобы гореть в аду. Нет. Сергей, Сергей, давайте не будем перебивать. Это делается для того, чтобы открыть глаза очень многим людям на их девушек, жен и так далее. Наше общество. Вот только этот нюанс удивляет. Если вы такие борцы за нравственность, почему я Максиму вначале задал вопрос его отношения к попытке вымогательства? Ведь это существенная деталь, мотивация поступка. А тот факт, что они пурно вымогали, это нормально, мы не берем за эти деньги. Стоп, кто вымогает? Ну подождите, там, во-первых, стоит сам заказ 800 рублей, но судя по этому сайту. Нет, нет. Тогда объясните. Расскажите, расскажите технологию, расскажите. Технология очень простая. Создается фейковая страница, то есть, ну, человек, которого реально не существует. Добавляются какие-то фотографии, что-то еще. Ну, либо в поиске, либо там, то люди просят там развести там девушку или парня. Пишешь, ну, начинаешь писать вот этому человеку, что там, привет, я там какой-нибудь там бизнесмен, если это девушка. Вот у меня там будет какой-нибудь корпоратив, и мне нужно, чтобы на нем присутствовала моя девушка. А поскольку девушки у меня нет, то я решила обратиться к тебе. Понятно. Вы вот как вот эту схему отработали? Ну, это психология женщин. Лучшая подруга? Нет. Знаете что, эту схему отработали довольно давно. Этот проект существует уже порядка двух лет, если не больше. И, вероятнее всего, просто использовали уже давно выработанную схему. Ну да, уже есть готовая схема. А заказы-то откуда приходят все-таки? С интернета. Да, да, да. Это где? А деньги платят за это или нет? Нет, подождите, но все вот эти истории о том, что после за то, чтобы убрать эти фотографии, эти личные дела с сайта, действительно идет уже вымогательство денег или шантаж, снимите порно-видео, это что? Вы к этому уже не имеете отношения? Нет, мы так не работали. Это не мы. Взяли 15 тысяч. То есть вы только на стадии развода принимаете участие? Вы по ошибке зашли. Хорошо, к деньгам, к финансовой составляющей вы не имеете отношения. Тогда ваша цель участие в этом проекте. Это приносит нам удовольствие. А сколько вам лет? То есть вам приносит удовольствие унижать девушек и помогать с них порно-видео. Какое? Извините, пожалуйста. Я же сейчас как вам летит, что вы такая вот за это? Я не знаю, это будет показано в эфире или нет, но то, что я видел, что на людьми. Это переписки очень грубо, на грани порнографии, на грани фола. То есть вы сидите и вот эту фигню пишете. Можно вот ответить? Да, давайте дадим сказать. Вот, например, я пишу там девушке, что я там кто-то, кто-то какой-то. Мы уже слышали. А цель какая-то какая-то. И про годы. Она соглашается на то, чтобы встретиться с неизвестно кем. При том, что у нее есть молодой человек, что-то еще, что-то еще. Ничего подобного. Она соглашается на продолжение вечера. Как на самом деле? Ни у кого-то почти нет. Ни у меня, ни у... Ну, пускай они сначала концепцию. Не примерно 50% из разведенных, у них нет парней. И это они говорили разводчикам. Что вас удивляет в словах Анны? Ну, меня лично удивляет то, что она говорит то, что... Она говорит то, что у меня нет парня. Но при чем здесь твой парень или нет? Тут мы говорим о твоей нравственности. Но сколько свадеб сыграли после такого знакомства в интернете все-таки. Да? Вы сыграли свадьбу после этого? Как вам поставили обнаженные фотографии? За деньги? Обнаженные фотографии? Я бы в тот же вечер женился. Ну, понятно. Вы говорите, что вы получаете удовольствие. Это патология. Вам надо в больницу, ребята. А у вас нет чувства, что вы на самом-то деле просто склоняете к проституции? Нет. Нет. Какой проституции? Вы удалили их видео, потому что они осознали свою вину, чтобы вы удалили их фото. Вы так сделаете? Если девушка... Ну, действительно, как-то это будет нормальный человеческий разговор. И после того, как ей говорят, что... А кто вы такие? А какое вы право имеете? Я переписывала... Какое право вы имеете делать то, что вы делаете? Я всех выслушала. Можно меня тоже? Да, да, да. Какое право? Кто вы такие? Вы боги? Давайте только сейчас, Сергей, вы задали вопрос. Скажи, бог прощает. А вы кто такие? Давайте услышим ответ теперь. Да. Девушки соглашаются на интимные услуги за определенную сумму денег. Подождите, в нашей истории, в нашей истории, в нашей истории, на интимные услуги не соглашались. Скажи, твое какое дело? Лично твое дело. А потому что я не хочу, чтобы мои знакомые, мои друзья встречались с таким... Слушайте, классное оправдание для наркоторговца. Но они же у меня сами купили. Это они плохие. Я-то только им передал и взял за это, ну, там, какую-то сумму или даже бесплатно наркотики, если дал. Скажите, пожалуйста, у вас есть такая личная... Я чувствую, что у вас есть, может быть, личная боль за то, что вот в нашем обществе... Расскажите про эту свою личную боль. Что было вот первым толчком этих занятий? Ну, лично у меня была одноклассница, которая всем давала. А вы завидуете ей по этому? Таким образом, до вас не дошло, и таким образом, до вас никто не дошло. Подождите, пожалуйста, я не вижу здесь поводу для шуток, на самом деле. Я могу себе представить, как это иногда бывает, ну, действительно, больно и неприятно. Мне было очень грустно и печально, я не верила в это. Я решила проверить. Послушайте, потому что она всем дает. Понятно, ваша близкая подруга загуляла. И сильно загуляла у вас на глазах, а вы ее потеряли, отстал другой человек. Что дальше стало происходить? Дальше я сначала не верила, а потом решила проверить, действительно ли это девочки идут, ради денег, ради каких-то подарков. Ну, проверили уже. А почему вы так решили выйти на тропу войны? Почему вы так решили с этим бороться? Если мы уберем вот эту ситуацию, разделим эту ситуацию на две части. Криминальное, то есть вымогательство, да, там, где требуют деньги. И просто вот, считай, моральная часть, да. Я считаю, что они делают правильную работу. Им надо еще цветок каждый подарить, и памятник поставить. Чтобы такие, как вы, за тысячу долларов не соглашались. Ну, а про вас вообще слов нет. А с вами деньгами делятся, да? Вы обратили внимание на письмо вот этой первой нашей героини, в кавычках. Кристины, да. Да, Кристины. Как она пишет это письмо? Какая-то девочка. Она была в 15 лет, наверное, девочкой, а может быть и раньше. А вы у вас сколько? Она пишет об интиме, как о само собой разумеющемся факте. И только говорит, ну, надо не как обычно, а немножко с каким-то со страстью. А вы же про любовь говорите, да, с любовью, женщина с любовью. Вы понимаете, нельзя это оправдывать. Это трагедия девушек. Это трагедия этой Кристины, которая сейчас тоненькая, сидит вся из себя такая золушка. А вам завидно. А на самом деле это трагедия. Не завидуйте женщина. Какая из нее мать. Тебе плакать надо, не перебивать. Какая мать, 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 ягод. Все, у вас очень важно. И не всегда родители виноваты. Я озабочена этим, потому что у меня дети, слава богу, взрослые. Но есть внучки, девочки. Но не дай бог, чтобы случилось такое с моими внучками. Динаида Михайловна, это трагедия. Это будет можно уврачевать вот таким способом. Откуда ее взяли, Россия? Во всем этом есть ненормальность. И в том, и в этом. Этим должно заниматься государство. Этим должно заниматься государство. Воспитывать молодежь. Ну, конечно, государство. Давайте реализируемся. Динаида Михайловна, понимаете, Максим, сейчас дам слово, потому что как раз хотел коснуться разных видов борьбы за нравственность. В интернете в том числе и то, что довольно заметно делаете вы. Давайте поглядим. Вы коснулись более жесткой темы. Это педофилия. И значительно более жестко даже в какой-то степени ее коснулись. Как бороться с педофилами? Убить. Убить? То есть тебя надо убить? Да. Подними голову в камеру, смотри. Только убить меня, говорит. Только убить. Да. Ты говори громко. Убейте меня. Убейте меня, я педофил. Давай. Убейте меня, я педофил. Вот видите, Динаида Михайловна, Максим не стал дожидаться, пока государство будет. Бороться вообще воспитание это то, что, наверное, должно... Мы как-то сами должны друг друга воспитывать. Решил, наверное, Максим и пошел это делать. Что вам двигало? Максим, я не знаю, но в комплекции вот этого маленького... Он сам, по-моему, ребенок, я не буду ничего говорить, но он сидит и рядом такой жлоб. Мне кажется, что что бы ты не захотел, в тот момент он бы все сказал. Ты слышишь, ты выйдешь, вбей в контактике, тесак против педофилов. 70 человек, там и жлобы, и 120 килограмм, и вот креативный директор какой-то. Их очень разные люди. Конкретно об этом случае. В этой ситуации я полностью поддерживаю подобную деятельность. Я не знаю, потому что любая форма борьбы с этим проявлением, на мой взгляд, она имеет место быть. Так вот. Нет, тут вопрос один, что где уверенность, что это педофил? Уверенность у меня стопроцентная, вот во всех случаях, то есть здесь осечек не бывает. Или это ваши домыслы, или кто-то сказал? Вы думаете, я к нему домой пришел и в ванну затащил? Я вас спрашиваю, я ничего не думаю. Как вы вычисляете так называемых педофилов? Суть мне пишет мальчик, который говорит, вот мне пишет дядя, предлагает секс. Я говорю, хорошо, давай договаривайся о встрече, мы там будем. Все, мальчик договаривается, это реальный мальчик, реальный дядя. Смотрим переписку, приходим, делаем засаду. Ну, то есть идеальный вариант это в квартире. Похуже вариант это, конечно, общественное место, но они сейчас трусливые стали, в квартиры не любят ходить. Вот, дальше он приходит, мальчик ему говорит, иди в ванну, я сейчас к тебе приду. Вот, дядя идет в ванну, у мальчика телефон с диктофоном, то есть, соответственно, у нас есть запись телефонных переговоров, запись непосредственных разговоров. Ну, тогда вы делаете просто изумительное дело, вы просто молодец. А я делаю нормальное дело, но при этом. Извините, аплодисменты. Макс, а потом вы передаете это в правоохранительные органы, или заканчивается вот этим? Я пыталась разобраться в этой ситуации, и в итоге что я нашла? Делают фейковый аккаунт, то есть, зрительно девушка взрослая. Я ловлю на мальчиков. Может быть, вы ловите, но такие ситуации происходят... А вот те, которые ловят на девочек, зрительно взрослых, я их просто исключаю из организации сразу. Одному лицо разбил. Понятно, но у вас похожая история, да? Так вот, есть видео там, где избивают мальчика, ну, парня, скажем так. Ему 18 лет, и ему написала девушка, которая выглядит, ну, довольно-таки взрослой. То есть, фотографии из клубов и тому подобные вещи. То есть, он был уверен в ее зрелости, так сказать. И о возрасте там толком речи и не шло. В конечном счете, они встречаются. Ну, точнее, встречается банда от пятого быдла. Приходит этот несчастный парень, которому 18 лет. И его называют педофилом. В конечном счете, его избивают. Изнимают его личные вещи, то есть, телефоны и деньги забирают, избивают и раздают. Это тоже определенная форма развода. И не обязательно, чтобы ему было 18. И дядей разводят на подобные вещи. Это криминал. Не-не-не, давайте посмотрим, сейчас просто давайте увидим, как это выглядит на самом деле. И послушаем момент вот этого диалога, того, что у вас происходит при вашем рандеву. Я думал, мы ловим педофила, но у нас здесь, походу, семинар по жиросжиганию. Я не знаю, вот если сейчас на меня ты нападешь, я не знаю, придется это, да, накладную пузо прям снимать. Оно у тебя снимается, оселивается. И в настоящее. Хотел, а как его, нажрать пузо вот такое, как у тебя, а потом засушиться, чтобы у меня прям рельеф был. Не получилось. Как ты вообще, вот как тебе удалось? Вот, пожалуйста. Вот я бы никогда в жизни не догадался, что пи***ь. Б***ь, не догадался. Щетина, все. Пузо, б***ь, такое. Как адвокат, конечно, я отвечу о том, что в идеале Максиму бы взять за белые рученьки, отвезти в полицейский участок, сдать, чтобы тот отбывал срок. Это в идеале. Я отвечаю как адвокат. Теперь я отвечу как гражданин, как человек и как мужчина. К сожалению, мы знаем с вами, что слишком велик процент при подобных ситуациях, когда человек в этот же день из отделения полиции уйдет домой. По одной простой причине. Недостаточно доказательной базы для того, чтобы его посадить в тюрьму. И в такой ситуации уже не как адвоката, как человек и гражданин, и как мужчина. Я говорю, что опубликование его изображения, несмотря на то, что это формальное нарушение буквы закона, но это борьба с этим явлением, что не может не быть плюсом. В этой ситуации, естественно, обнародовать необходимо. Но, если бы наша правоохранительная система работала бы не на наказание уже совершенного поступка, то есть изнасиловал ребенка, тебя посадят. На предупреждение нужно работать. К сожалению, не работает на предупреждение. ...социального заказа, который вы делаете, когда показываете несовершенство нашего законодательства, это, конечно, хорошо. Это не несовершенство законодательства, это гнилое насквозь общество. Мне вообще плевать на законодательство абсолютно. Но здесь есть другие люди, которым этим занимаются, которые, например, не обливают людей мочой и не крестят их фалоимитаторами. Зачем вы это делаете? Зачем вы сознательно кощунство в свою работу вшиваете? Я понял. Давай расскажу. Ну, короче, сам ты не верующий, мне вообще все равно. Но если педофил говорит мне, что я православный, показывает мне икону в паспорте, ну, я не могу ее не перекрестить уже. Ну, только тем, во что он верует на самом деле. Максим, но ведь корень зла, возможно, причину видит именно в том, что вы сами сказали, я плюю на законодательство. Да. А вы знаете, как сделать так, чтобы в обществе не было педофилов? Знаю. Как? Нужно нормально воспитывать детей. Но это справедливо. Сейчас, секундочку. Мы создали проект «Окупай геронтофилии». То есть там дети 15-14 лет разводят других детей от имени взрослых мужчин. Там такое количество малолеток ведется. Но сейчас, сейчас, вот прошел год, да, проект действует, педофилов стало, ну, по нашим конкретно, по счетам, на 90% меньше. На 90%. То есть если раньше... Мы сейчас вернемся к этим методам, потому что справедливо, что, возможно, нужно воспитывать с самого детства детей. Но, а вот в этом-то случае... Этих только запугивать. А? Только запугивать. Только страх их может удержать от этого. Смотрите, есть люди, которые очень сомнительно относятся к вашим методам, в том числе и из ваших коллег-видеоблогеров. Игорь Синяк и Максим Литвинов в нашей студии. Ребят, в чем дело? Почему вы в свое время... Вот Максим объявил войну, свою войну этому извращению. Вы объявили войну ему. Почему? Ну, потому что я считаю, что это человек-псих. Больше ни на что не способный, как унижать людей. А постоянная агрессия на видео, одни унижения. Я абсолютно не понимаю, зачем он это делает, для чего это все. Вам методы не нравились? Методы... Мне не нравится сам Максим. Ну, если говорить о борьбе с педофилами, да, на самом деле, то я вот считаю, как... Вот человек поймал педофила, зачем его отпускать на свободу? Вот у меня бы лично совести бы не позволило бы отпустить педофила на свободу. Скажите, а у вас совести бы не хватило? Вы хотя бы одного поймали? Я этим и не занимаюсь. А почему? У меня другая... А что ты лезешь туда? Тогда поймайте и отведите в полицию, если вы считаете, что отпускать нельзя. Ну, подождите, еще раз. Кто-то с тобой поймал? Максим, ну, действительно, если вы действительно искореняете до конца это зло, а ведь зло, ведь вы сами знаете, это внутри, в душе у этих людей. Ну, так возьмите их на поруки, там, доведите до конца в полицию, там, дальше. Чего вы их бросаете? Ты увидели и пошли, чего зашло? Ну, смотрите, во-первых, то есть, естественно, не каждого из них можно посадить. Не на каждого, далеко не на каждого можно написать заявление, и наживки не всегда соглашаются. Допустим, чтобы наживка дело довела до суда, он должен будет сдать анализы из анального отверстия, что ничего с ним не происходило. Они, когда это узнали, все отказались вообще разом написать. Да ну не сочиняйте, что за прием. Максим, это не так. Вы понимаете, что доказательная база у нас формируется не только на основании уже как-то заключения. И что самое главное, вам достаточно было просто обратиться с заявлением, люди бы прошли через заследственную проверку. Кто будет обращаться с заявлением? Кто? Я? Кто? А почему нет? А почему нет? А почему нет? Я буду ходить с утра до ночи по средствам к металлу. Ну вы думаете дальше, после этих экзекуций все остановилось? 90% людей, они же не исчезли. Они остались на наших руках. Мне все равно, мне плевать. Только стали более опытные, более подготовленные, более скрытные. А зачем, скажи, пожалуйста, ты занимаешься тем, что ты изначально не можешь довести до конца? Ты отпускаешь педофилов на свободу. Что с ними происходит дальше? Ты вообще отслеживаешь? Что с ними происходит? Ну, во-первых, их бьют в метро. Во-вторых, ну мне иногда из больниц пишут, что вот я там санитар, вот тут доставили такого-то из этого выпуска. Их увольняют с работы, жизнь их ломается. Ну, не в этих 70 людях, которых я поймал, дело. Дело в общей тенденции. На 90% снизилось. То есть реально, писали в первый день 100 человек. А это неправда, вот это неправда. А не происходит такой ситуации, что на 90% снизилось просто в этом публичном сетевом пространстве? Я хотел сказать, они может просто в тину ушли, понимаешь? Да, они ушли в тину. Дело в том, что что такое, я сам термин, это же не просто как бы, это же болезнь, я считаю, что это болезнь. Ну, смотри, если ты алкоголик... Ты согласен со мной? Все легко, правильно объясняется, если ты алкоголик, но ты не пьешь. Максим, а вот я думаю, что вы никакой не болел за справедливый, а вы просто сам извращенец и просто пришли сюда для самой пиара. Максим, неудачное сравнение алкоголик и педопил. Пиарапилю можно сравнивать с шизофренией, но не с алкоголизмом. Вы не все же думаете, что это не вызволюционные садистские амбиции? Нет, я не это имел в виду, на самом деле. Я имел в виду, что происходит конкретно с данными людьми. Вот отвернулась от них семья, да? Ну что, нету семьи, нет работы. Что дальше? Человек-то живет на этом свете. Мое мнение, что эти люди потом будут мстить. Кому? Не тебе, не тебе мстить, потому что ты-то ходишь с толпой охраны. Я один хожу, ты подойди сюда и все. Пацаны вот так вот ходят рядом с тобой, ты же один гоняешь. Вы же все такие, ну, вы же только кучками ходите, правильно? Нет, я не пришел. Ты можешь вполне мне еще не спать после передачи. Так вот. Вам просто нравится. Мое мнение, вот лично мое мнение, что да, вот этих людей потом нет ни семьи, ни работ, нет вообще никого. И что они будут делать? Они будут мстить. Не тебе домой придут. Мстить обязательно. Я думаю, что это будет месть отражаться именно конкретно на детях, потому что в последующем они уже вряд ли попадутся на такую ерунду с перепиской или что-то. На самом деле я готов их убивать. Вот реально, каждого из них я готов убить на месте. Мне только нужна гарантия, что меня за это не посадят. Ни один бы не выжил. Насилие порождает насилие, жестокость порождает жестокость. У нас в Конституции написано, что мы живем в правовом государстве. А это значит, что потерпевшие, а девушки являются именно потерпевшими, находятся под защитой и государства, и общества. И в принципе в обществе никогда не будет... Ребята, надо просто решить одну вещь. Либо мы живем в правовом государстве, либо нет. Вот и все. Если нет, так давайте мочить всех, кто нас бесит. Бесит это. Давай мочить. Мы живем в правовом государстве. Либо мы все-таки действуем законы. И коль скоро мы живем в правовом государстве, то потерпевшие девушки находятся... Девушка, эти девушки не являются потерпевшими. Мы живем в правовом государстве. Нет, это только в рамках уголовного процесса. Я так уверен. Об уголовном процессе вы сейчас говорите, что мы не можем в правовом государстве. Если нет факта вымогательства, это гражданский спор. И поэтому мы не будем сейчас говорить о том, что вы являетесь потерпевшими и требуете защиты государства. А вы в курсе, что вы в курсе, что вы в курсе, что вы в курсе, это нормально, когда у нас есть скриншоты переписки, которые уже удалены, потому что... Ты должен накормил их нафиг вырубать. Эти сайты пока существуют, к сожалению. Тем не менее, сегодня эти сайты существуют. Значит, мы живем не в правовом государстве. Я оказался в такой ситуации. Они сами не идут в полицию. Я же спрашивал с самого начала программы, обращались или нет. Вот я на самом деле хотел спросить у юристов, есть ли у нас такое вот вообще понимание, публичное оскорбление в сети. Я сам лично столкнулся с таким, да, меня обвинили. Как раз Татьяна-то вот в этом случае помогает. Вы знаете, дело в том, что, я так поняла, человек рассказывает об обращении в гражданском порядке. Наше законодательство предусматривает возможность защиты прав как в гражданском, так и в уголовном. В гражданском порядке, в соответствии со статьей 56, да, истец должен сам все доказывать. В уголовном порядке доказывают правоохранительные органы. В настоящее время, в статью 144, кстати, к вопросу о законам внесены изменения. Сейчас органы до возбуждения уголовного дела могут проводить экспертизы, проводить осмотры, выемки. То есть проводить широкий комплекс следственных действий. При этом скриншоты переписок не обязательны. То есть элементарно... Ладно, а если человек жертв в другой стране, что делать? Пояситься. Да везде идти в полицию для начала. Мы говорим, что нас никто не защищает, интернет плохой такой. И при этом сами никто не идет писать заявление. Государство должно нас защищать, родители. Государство заявлений было написано на именно этот сайт. Но, тем не менее, пока что ничего экстрактинального не произошло. Вы знаете, мы должны уже заканчивать. Хотя прошло уже несколько месяцев. Знаете, вытащить низкое из человека все-таки значительно легче, чем вытащить из него высокое. Для этого большого труда не нужно. Здесь все сегодня сошлись на том, что порог порочными методами не лечится. Я очень надеюсь, что результатом нашей программы станет проверка таких вот проверяющих соответствующими органами. Всего вам самого доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ